Вот уже несколько дней сельхозтехника почти круглосуточно находится в полях. Хозяйство торопится хоть ненамного сократить отставание по срокам. В скале на поля в эту посевную вышел современный комплекс, который в эти погодные условия оказался как нельзя кстати. Канадский красавец теперь колесит по сибирским просторам. За один проход по полю Бюллер выполняет весь комплекс весенних полевых работ. Предпосевную культивацию, барнование, посев, внесение удобрений, прикатывание, выравнивание почвы. Кабина напичкана электроникой. Сыро, вот ничего не забивает, идет спокойно сеет. Катков нету, нормально короче. Железные сошники посевного комплекса выставлены в пять рядов, что позволяет эффективно работать во влажной почве, при этом практически не забиваясь. Кстати, умная техника сама рассчитывает, сколько необходимо удобрений из семян на каждое поле, вплоть до килограмма. Не будет этого агрегата, я думаю, что сроки надо бы сильно поджимать. Хотя первоначально, когда мы планировали запустить агрегат, я по старой технологии планировал всего три единицы Бюллер съесть. Ну а сейчас сроки поджали, пришлось собирать пять агрегатов запускать по старой технологии плюс Бюллер. Однако сегодня такой мощной технике в помощь вышла и прежняя гвардия сельхозмашин. Общими усилиями здесь намерены максимально сократить отставание. Глава района лично следит за ходом посевной. Настрой селян его радует, ведь лидерство по сбору урожая район терять не собирается. Сейчас нормальный настрой у людей, как у руководителя, так и у механизатора, и техника готова. Поэтому, пусть не в оптимальные сроки, но достаточно разумно и приемлемо, мы завершим весенние полевые работы у нас в районе. В скале обновляют сегодня не только технику, экспериментируют и с семенами. Нынче посеяли элитный сорт трезо. И несмотря на аномальную весну, крестьяне все равно ждут хорошего урожая. Уверен, небесная канцелярия все же не подведет.